Вину признаю, прошу не лишать свободы. Бывший начальник Сарамского почтамта Сергей Чернецов полностью согласился с предъявленными обвинениями и возместил нанесенный ущерб ведомству. Какой ему грозит срок, расскажет Евгений Волков. Покушение на мошенничество, присвоение и служебный подлог. По таким статьям Уголовного кодекса обвиняется бывший начальник Сарамского почтамта. Сергей Чернецов занимался фиктивным трудоустройством и присвоением государственных средств, а также пытался обманным путем получить 400 тысяч рублей от мордовского бизнесмена за помощь в получении земельного участка. Государственный обвинитель после изучения всех обстоятельств дела обратил внимание на следующие моменты. Смягчающим обстоятельствам, по всем подобным преступлениям является наличие ножденения малолетних детей у подсудимого, по статье 109, часть 3, через 30, часть 3, является также добровольное извещение ущерба. Одно ущерб подмещен не в полном объеме, поэтому смягчающим обстоятельством будет часть 2, статья 61, Кодекса Российской Федерации. Какие-либо текущие обстоятельства поделаны и установлены на... Также было учтено, что обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, имеет на иждивение несовершеннолетних детей. В итоге гособвинение запросило для Сергея Чернецова 3,5 года лишения свободы условно и лишения права на 3 года занимать руководящие должности. С обвинением согласно, вину признаем, вину своего осознала, прошу назначить доказание несовершеннолетних свободы. Следующее судебное заседание пройдет через 2 недели и на нем Сергею Чернецову предоставят право сказать последнее слово. Евгений Волков, Павел Толобаев, Наши новости.